Обработка столкновений. Полезный инструмент в арсенале разработчика игр. Основная идея заключается в том, что когда один эктор сталкивается с другим, возникает некоторое событие, которое необходимо обрабатывать, чтобы получить требуемый результат. Разберемся, какие есть шаблоны столкновений коллизий в Unreal Engine 5 и попробуем реализовать столкновения и их обработку в коде. Будет интересно. Погнали! Профессионалы доверяют Киберкала Learn и изучают интенсив разработка игр на C++ в Unreal Engine 5. Это продвинутый набор материалов и эксклюзивных видео, а также проектов к ним для того, чтобы научиться делать многопользовательские проекты на Unreal Engine 5. Сможешь изучить создание оптимизированных механик. Также научишься переносить блупринты в код C++ без особых затруднений. Чего ждешь? Переходи по первой ссылке в описании и записывайся на интенсив уже сегодня. Разблокируешь весь дополнительный контент, а также будешь получать уведомления о новых выпусках. Добро пожаловать на Киберкала Learn. Переходи по первой ссылке в описании и изучай. Три вида коллайдеров в Unreal Engine 5. U-Capsule Component, U-Box Component и U-Sphere Component. Другая опция использовать в Mesh Editor упрощенную модель коллизии. Например, 18 degrees of plane simplified collision. Это значит, что объем, который описывает Mesh, будет сопоставлен с 18 плоскостями, которые сонаправлены некоторым осям. Посмотрим, какие есть пресеты коллизии. Наверняка вы уже пользовались этим инструментом. Есть такие опции, как без коллизии, блокировать все, блокировать все динамически, или перекрытие соответствующее. Overlap All Dynamic, Overlap All или Overlap Only Pwn. Это основные из пресетов. Также есть кастомный пресет, который можно вручную настроить. О том, какие пресеты мы будем использовать и как они соотносятся друг с другом, смотри по ссылке в описании на сайте learn.kyberkala.ru. Чтобы поместить оружие в руку игрока, будем использовать сокет, который прикреплен к кости руки. В классе оружия Weapon необходимо написать новую функцию, которая будет обрабатывать события перекрытия двух экторов. В данном случае OnWeaponBeginOverlap. И чтобы обеспечить корректную функциональность, мы должны связать или сделать байндинг функции OnWeaponBeginOverlap и делегата события OnActorBeginOverlap. Внутри функции BeginPlay. Данный байндинг устанавливает соединение между событием и соответствующей функцией для того, чтобы обрабатывать события перекрытия оружия. Именно с точки зрения коллизий. Далее создаем переменную Holder, которая будет задавать оружие, которое прикрепляется к игроку или противнику, когда тот будет подбирать оружие. Переменная Strength будет использоваться для вычисления нанесенного урона от оружия. Также нам потребуется статическая модель самого оружия. Static Mesh. Для этого будем использовать указатель на Static Mesh Component. И будем хранить Static Mesh с модификатором Protected. В секции Protected добавляем Static. Mesh – это переменная, написанная с нижним подчеркиванием в начале. Нижнее подчеркивание означает, что это внутренняя переменная. А вот функция IsWithinAttackRange будет реализована в последующих видео. В конструкторе класса Weapon необходимо задать переменную Static Mesh. Аналогично тому, как мы делали в предыдущих видео. Через создание стандартного под-объекта. Create Default SubObject типа Static Mesh Component. Далее задаем корневой компонент. И привязываем к текущему эктору. Опционально можно вычислять каждый кадр угол поворота модели оружия, чтобы когда оружие спавнилось, оно могло крутиться, указывая на то, что его можно поднять. Если данным оружием никто не владеет, Holder – это пустой указатель, то делаем поворот на 310 градусов вокруг вертикальной оси. Хочется узнать более подробно, как создают игры на C++ в Unreal Engine 5? Тогда рекомендую прочитать мою последнюю книгу Advanced Multiplayer Game Development with Unreal Engine 5. Это полное руководство по написанию высокопроизводительного оптимизированного кода на C++ в Unreal Engine 5. В этой книге расписываются различные подходы для создания игр, в частности мультиплеерных игр жанра шутер от первого лица, шутер от третьего лица. Рассматриваются множество различных парадигм и детально описываются шаги для того, чтобы сделать вашу игру более оптимизированной или перенести уже существующий проект на C++. Рекомендую прочитать, поэтому переходите по ссылке в описании и приобретайте электронное издание. И добавим поворот данного эктора с помощью вызова функции AddActorLocalRotation. Аргументом передаем наш кватернион. В самом обработчике событий, onWeaponBeginOverlap, мы используем две функции из класса AACTOR. AttachToComponent и DetachFromActor. Прикрепить компоненту и открепить от эктора. Данные функции предназначены для оптимизации процесса поднятия и прикрепления оружия к игроку, который это оружие пересек. А функция DetachFromActor позволяет выбросить оружие, которое ранее было прикреплено. Перед тем, как прикреплять оружие к нашему игроку, необходимо проверить, держит ли игрок в руках оружие, и если он держит, то необходимо его выбросить и поменять на новый экземпляр оружия. Вызывая OtherActorGetAttachedActors, можно заполнить массив AttachedActors со всеми экторами, оружиями, аксессуарами, которые в данный момент времени прикреплены к игровому персонажу. Затем в цикле For будем откреплять все найденные прикрепленные экторы. В данном случае длина массива всегда будет равна единице, потому что в единичный момент времени игрок может поднять только одно оружие. Как только оружие выброшено в игровой мир, его можно вращать с помощью SetActorRotation. И делаем это с помощью Identity Кватернеона. В случае, когда у оружия имеется владелец Holder, и мы пересекаем другого эктора, OtherActor, то оружие должно наносить урон этому самому OverlappedActor. Это мы добавим далее, в следующих видео. Если OtherActor не является персонажем, то мы будем приводить указатель на OtherActor к, например, Defense Tower, к указателю на Defense Tower. Опять же, это будет реализовано уже в последующих видео на сайте learn.kybercal.ru. Понравился эпизод? Ставь лайк и отправляй видео другу! В этом проекте противникам запрещается поднимать оружие. Вместо этого мы будем возрождать определенный тип оружия, например, молоток, и прикреплять его к владельцу, Holder. В данном случае это противник. И чтобы это осуществить, мы добавили две переменные с модификатором Protected. Weapon Class и Weapon. И чтобы найти значение переменной Weapon Class и задать его, мы будем в конструкторе вызывать Blueprint Finder. Данная конструкция помогает найти ассет по заданному пути в проекте. Как его найти? Идем в Content Drawer и смотрим, где расположен, например, ассет, который называется BP Hammer. Видим его путь. Единственное, что нужно поменять, это начальную директорию. Она у нас будет Game Project League. Blueprint Finder это переменная. По сути, мы помещаем U Blueprint между двумя скобками, как шаблонный класс, который говорит нам, что этот ассет именно тот, который мы хотим найти. И это Blueprint. Путь начинается со спецификации ассета. Blueprint, а затем идет апостроф. Это значит, что действительный путь начинается после апострофа. А возвращаемое значение Blueprint Finder это значение найденного ассета, а тип его U Class. То, что нам и нужно. В Begin Play проделываем аналогичные операции, спавним оружие с помощью Spawn Actor, и, конечно, прикрепление оружия Hammer в Socket Hand Air Socket. В отличие от оружия, оборонная башня имеет сразу два компонента коллизий. Sphere Component или Box Component и Static Mesh Component. В функции On Begin Overlap первый параметр это тот компонент, который вызывает события. Второй параметр Other Actor это указатель на другого Эктора, который начинает или заканчивает пересечение текущего Эктора. Третий параметр Other Components это компонент другого Эктора. Далее идет параметр Other Body Index представляет индекс другого Эктора, его тело, Body. On End Overlap практически ничем не отличается от On Begin Overlap за исключением отсутствия последних двух параметров. Также нам потребуется переменная, которая будет хранить в себе указатель на целевого персонажа. Так как у нас всего лишь один игрок, поэтому тип указателя будет A Player Avatar. Посмотрите, мы добавили ключевое слово Class перед A Player Avatar. Почему мы это сделали? Мы не хотим включать заголовок Player Avatar в заголовок Defense Tower. Использование ключевого слова Class декларирует то, что A Player Avatar это класс. и компилятор не будет ругаться неизвестным символом. И когда будет собираться файл Defense Tower CPP, компилятор все равно найдет определение класса A Player Avatar, потому что именно в файле .cpp будет включаться заголовок Player Avatar .h. он в самом верху. Обработчики событий задают таргет. Обработчик он AND OVERLAP обнуляет таргет. Где получить помощь, если что-то не получается? Во-первых, есть портал Kyberkala Learn. Там появились комментарии. Можешь зайти в свой личный кабинет, авторизироваться, затем перейти к этому выпуску и в комментариях задать свой вопрос. Второе. У нас есть телеграм-канал Kyberkala По ссылке в описании, переходи, заходи в чат и общайся с единомышленниками. Добавляем поиск персонажа, нам необходимо найти PlayerAvatar, для этого делаем Cast к классу APlayerAvatar и далее можем его использовать. Также нам потребуется найти Blueprint в проекте. Для этого используем уже знакомую технику через Constructor Helpers, F Object Finder. Ищем Blueprint. И так как мы хотим, чтобы оборонная башня могла стрелять фаерболами, то у нас есть уже подготовленный фаербол в папке проекта. Так как фаерболы у нас уже подготовлены, мы можем найти папку, в которой находятся фаерболы и предоставить путь в Object Finder. В нашем случае это Buildings Defense Tower BP Fireball. И в конструкторе Defense Tower необходимо будет задать класс фаербола, Fireball Class. Также вспоминаем, что у нас остался нереализованный метод Fire у класса Defense Tower. Что будет метод выстрела? Она будет возрождать фаербол из класса Fireball, который мы сейчас только что задали. И размещать модель шарика в стартовой позиции оборонной башни на высоте, допустим, 110 юнитов. Функция GetTargetLocation возвращает текущую позицию Эктора в специальной структуре FVector. У фаербола также есть возможность задания поворота. И мы можем сделать так, чтобы он каждый раз ориентировался по направлению к цели. С помощью FindLookAtRotation можно найти Rotator. И далее задать позицию фаербола, а также поворот. А в функции Tick попросту будет вызов функции Fire. Но Fire будет вызываться только при наличии цели, в которую можно выстрелить. И так как Tick вызывается в данном случае каждые 60 раз в секунду, поэтому можно уменьшить частоту тика данного Эктора. С помощью SetEctorTickInterval в начале игры. BeginPlay. Что касается фаербола, нам необходимо двигать шарик по направлению к цели. Это можно сделать с помощью получения текущей локации фаербола, вычисления вектора скорости на основании скорости и ориентации фаербола. И добавления скорости к текущей позиции. Далее будем задавать новую позицию у Эктора. Для вычисления скорости, вектора скорости, мы используем текущий поворот фаербола для того, чтобы повернуть единичный вектор вперед. То есть это вектор, у которого координаты 1, 0, 0. Затем мы умножаем повернутый вектор на скорость и дельта тайм. Уменьшим количество жизней с каждым тиком. И последний важный момент. Так как мы уменьшили частоту спавна фаерболов, будем использовать трассировку лучей, когда у нас фаербол движется слишком быстро и пересекает персонажа. Также в ноябре 4 числа мы празднуем День Народного Единства. Искренне поздравляю всех, кто чтит и помнит культурные традиции нашей страны. Далее нам необходимо оптимальным образом использовать ресурсы для того, чтобы спавнить наши фаерболы. Они у нас инкапсулированы в классе Projectile. FHitResult будет использоваться первым параметром функции LineTrace. ObjectCollisionQueryParams используется в функции LineTrace, чтобы подсказать, с каким типом объекта будет осуществляться трассировка лучей для коллизий. AddObjectTimesToQuery добавляет Pawn в коллекцию параметров очереди. Это означает, что функция LineTrace будет проверять пересечение трассировочного луча и любого Pawn, то есть пешки. В нашем случае Pawn может быть либо игровой персонаж, либо противник. Функция LineTrace возвращает True, если луч ударил Pawn. Мы ассоциировали два обработчика событий с событиями BeginOverlap и EndOverlap. Данная конфигурация позволяет оборонной вышке находить персонажа, в которого можно выстрелить. Однако, для обработки событий внутри Defense Tower нам необходимо адаптировать новый подход и использовать событие OnBeginOverlap компонента MeshComponent у самого здания. Данную функцию можно будет вызывать из блупринтов. Сначала проверяем и находим валидного владельца оружия. Если другой actor это оружие и оно держится персонажем, то будем обрабатывать EventHit только если оружие держит PlayerAvatar. А также PlayerAvatar находится в состоянии атаки и данная башня может быть атакована. Функцию Hit будем вызывать только если все условия были соблюдены. С такой настройкой наша функция OnMeshBeginOverlap подготовлена для использования в блупринтах. И мы практически заканчиваем подготовку и создание базовых систем детекции коллизий, системы взаимодействия между персонажами и даже немножечко поговорили о трассировке лучей. Идем в BP Defense Tower у MeshComponent, вызываем функцию OnMeshBeginOverlap. Надеюсь это видео понравилось, я же благодарю за просмотр.